Мой отец рассказывал, как в советское время он слушал радио BBC и Свободы. Он выходил на крышу своего дома, ставил большую подпольную антенну к приемнику VF-202 и слушал BBC, Голос Америка и радио Свободы. Нечто подобное, боюсь, скоро повторится. Это «Вести недели» без Дмитрия Киселева, но вы можете на него чуть-чуть посмотреть. А мы начинаем. В воскресенье Киев заявил о намерении России перекрасить свои войска под миротворцев. По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, Россия сейчас сконцентрирует свои враждебные силы в районе украинской границы, надеясь ввести их в Украину под видом миротворцев ООН. Принятие закона о реинтеграции Донбасса не позволит России реализовать эти замыслы. Вопрос возникает, каким же это образом? Россия концентрирует свои войска с февраля 2014 года. У меня друг рассказывал, когда в это время служил в российской армии, как хотели их перебросить в Ростов, а оттуда сразу в Донецк. С тех пор прошло 4 года, а ВОЗ и ныне там. Только военное положение, которое, раз говорю, поможет украинцам справиться с российской военной и политической угрозой. Кремль действительно хотел провернуть варианты 2008 года в ЛДНР, когда, помните, всем жителям Цхинвала раздавали паспорта граждан РФ, а потом была красивая картинка, что наших людей мочат из РСЗО град. Но Украина это вам и по размерам, и по влиянию не Грузия. Это чуть-чуть побольше страна. Она значительно больше, несмотря на коррупцию и беспорядок, украинская армия сумела остановить нас, то есть российских солдат, под Мариуполем. Хотя пока еще регулярные части не входили, и российская авиация не действовала против ВСАУ. Ну, да. Не считать же авиации беспилотникью. В понедельник в Кремле обсудили драматургию выдвижения Путина на выборы президента в стиле фильма Брежнева. Ну, помните, там был эпизод, когда Брежнев хотел уйти, уже все на пенсию. А ему политбюро Андропов и прочие говорили, Леонид Ильич, остайтесь, пожалуйста, вы нужны стране, вот так же, может быть, и будет с Путиным, а может быть и нет. Хотя, может быть, нет, это очень-очень-очень маловероятно. Обращаю ваше внимание на то, что это произойдет, то есть выдвижение Путина в президенты после того, как Совет Федерации назначит выборы, а точнее должна дать возможность кандидатам в президенты зарегистрироваться в этом статусе. Это будет после 17 декабря. Не будем сейчас трогать Совет Федерации, Но интересно здесь то, что Путин объявит о своем желании выдвигаться до съезда Единой России. Так поговаривают. Что, который произойдет, в свою очередь, 23 декабря. Что это означает? Ну, вы себе представляете, да, собирается эта партия, которую Путин и создавал же вместе с Шойгу, и все не думают, как опять он будет президент еще на 6 лет. Ну, конечно же, на камеру этого не покажут, но все будут думать об этом. Поэтому Путин как бы вот дистанцируется сейчас, несмотря на то, что он создал эту партию, от нее и как бы идет, так сказать, от народных масс кандидатам в президенты. Такого может и не быть, а может и быть. Ну, удивительно, но Путин себе это и представляет. То есть он представляет то, что думают про него депутаты Единой России, что пора бы уже ему уходить, и именно поэтому он от них и не будет баллотироваться. Но самое интересное стоит в другом. Съезд ядроюбов будет когда? Тогда, когда астрономическая ночь будет длиннее дня. Длиннее не просто длиннее, а в это время перед съездом будет самая длинная ночь у нас в году и самый короткий день. А ночь у нас традиционно остеревается с темными силами. Соответственно, если ночь самая длинная в году, то могущество темных сил находится на пике своем. И в это самое время съезд Единая Россия. А когда день, который у нас ацитирует со светом, с добром, длиннее ночи, то в этот день, год назад, объявил о том, что будет баллотироваться в кандидаты в президенты. Кто? Правильно. Алексей Навальный. Сама, сама мать природы нам всем подсказывает, за кого надо голосовать, то есть кого надо поддерживать, а кого все-таки поддерживать нам не стоит. Это, конечно, фантастическое совпадение, но так оно и есть. На мой взгляд, все-таки я бы посоветовал, взял бы такую смелость Владимиру Владимировичу выдвигаться, точнее объявить об этом, в день Конституции Российской Федерации 12 декабря. Так сказать, главный ее защитник, а де-факто поборник, идет вновь, как он это называет, на галеры в день ее рождения. В день Конституции-русской проституции. Так ее в народе называют. Хотя вся страна... Ну, Конституцию. Хотя вся страна ждет, когда же он 31 декабря объявит о том, что я ухожу в отставку. Но Путин это вам не Ельцин. Он будет до последнего держаться за власть. Более того, он хочет побить рекорд Ивана Грозного. Это у нас правитель, который больше всех сидел на троне. Всего, как почитали историки, 43 года. А Путину власти 18 лет. И ему есть к чему стремиться, друзья мои и недруги тоже. В авторник в Госдуме назвали критерии признания СМИ иностранными агентами. Как заявил Петр Толстой, между прочим, известный телеведущий, В прошлом в законе идет речь о возможности причислять к иностранным агентам СМИ в России, которые существуют в России, с образованием юридического лица или БИЭС. И тут внимание, которое финансируется иностранными правительствами или гражданами. Очень интересно, заметьте, принимают закон реальный и профессиональный своего дела. Речь, конечно, идет не о депутатах, то есть о них, но о известных телеведущих, которые стали депутатами. Это принимает закон сенатор Пушков, депутат Толстой. И они даже не понимают, насколько современная российская ТВ зависит от даже не денег, а западных технологий. Ты же не можешь, будь ты руководителем канала, даже одну студию построить. Одна только камера профессиональная Sony Pictures стоит 50 тысяч долларов. Я имею ввиду профессиональную камеру на так называемом кране, а не то, что вы и я там привыкли на телефон снимать. Где найти деньги? Естественно, приходится обращаться к западным инвесторам, потому что они самые богатые, ну были сейчас китайцы, но китайцы как бы сами на уме к западным инвесторам. Именно поэтому у нас на ТВ так много западных форматов шоу. Просто потому, что иностранным инвесторам такие шоу понятны. Потому что такие же шоу по формату, они же смотрят у себя в странах. Вот есть Газпром Медиа, он принадлежит Газпрому. В Газпроме 22% акции владеют частные иностранные инвесторы. А это означает, что такие каналы как Пьяница, ТНТ, НТВ, вообще все каналы, кроме ВГТРК и ОТР, который финансируется правительством и канал ТВЦ, который финансируется правительством Москвы, получат статус иностранного агента. Это, безусловно, удар получить по нашим СМИ, потому что вот если статус иноагента получат наши каналы с частными инвесторами, то хотя опять заметить, что в законе не делаются оговорки, что это может быть и китайский инвестор, то есть просто иностранные инвесторы, если будут вкладываться по этому самому законопроекту в наши телеканалы, то телеканалы должны по законопроекту признаваться иностранными агентами. Вроде бы союзники китайцы, которые много бабла влили, например, в ТАСС, но тоже получат статус иноагентов. Я прекрасно понимаю Маргариту Симаян, она озлоблена, ее канал прессует в власти США, она там фактически под статьей уголовной ходит, но почему мы, простые зрители в России, должны страдать из-за того, что там какая-то баба расстроена и озлобившись подключила к делу Государственную Думу и Совет Федерации? В заключении данной темы я скажу, как я смотрел «Голос Америки» и канал «Настоящее время», так и буду. И вы мне, татупеды, депутаты, не указ. Единственное, что вы можете, это действительно отрубить интернет, но это уже будет совсем другая история. Надо сказать, что даже, как депутаты это аргументируют, ну, получатся они статус, и наши СМИ иностранные, статус иностранного агента. Ну, никто же им не будет запрещать вещать в России. Да, никто не будет, согласен, но это будет клеймо. Они не будут допускаться, например, до пресс-конференции Владимира Владимировича Путина, да? Так что и не смогут задавать не вот те податливые вопросы, типа «А как вам Сирия? А как вам там и Кул, Украина?» А нормальные вопросы, почему, значит, в Сирии на войну спускаются 3 миллиарда долларов, а в это время почти за редким исключением регионы нашей страны находятся в долгу у банков. То есть, администрации городов и областей находятся в долгу у разных банкиров. Как так получилось? Как, что регионы нашей страны стали, по сути, банкротами? Вот таких вопросов они не смогут задавать, потому что они не получат статус иностранного агента. Среда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не преувеличивать значение ошибки в публикации Министерства обороны. Как он заявил, ошибки случаются. Ничего страшного нет. Они своевременно корректируются. Что и было сделано в Минобороны. Значит, в чем Сирбо? Накануне группа журналистов-расследователей из ЦРУ, ой, оговорился, из конфликт-энтеллежа Тим, заявила, что в аккаунтах Министерства обороны появилось лживое изображение самолетов АЕ-130, а также изображение армии Ирака, которое наша Миноборона выдавала за свое. Мир перевернулся в который раз. Если раньше в советское время мы действовали, а затем говорили, что это не мы, то теперь мы говорим, что это мы, а действуем не мы. Все мы помним, а кто не помнит, то я напомню, когда в фильме Оливера Стоуна Путин хвастается и показывает видео Стоуну, вот как мы боремся с ИГИЛ. Смотри, Оливер, а это оказалось в реальности не мы, то есть не наше Министерство обороны, не наше ВКС, а кадры ВВС Соединенных Штатов Америки, в Масуле, что в Ираке находятся, а не в Сирии. Песков говорит, что ничего страшного из-за этого нет. Ну вот смотрите, неверные данные у нас уходят по цепочке. Сначала начальнику Генерального Штаба, а затем президенту. Президент в зависимости от той или иной информации принимает ключевые решения, которые отражаются на нас всех. Под словом информация понимается все, что угодно. Это может быть видео или фотография, которые запросто подделать. То есть нашего президента, что самое удивительное, могут вводить в заблуждение неверной информации. А это опасно, потому что у нашего президента широкие полномочия. А теперь просто представьте, да, что Министерство обороны систематически лжет нашему президенту. Президенту, даже если это была ошибка. Но тут опять-таки ошибка с видео, а потом может быть ошибка не с видео, а ошибка с нанесением авиаударов. А это уже более серьезно. Вот, к примеру, в ноябре 2013 года было решено разделить Украину и половину ее оккупировать. Погибло из-за этого, по оценкам ООН, более 15 тысяч российских и пророссийских граждан. Только из-за того, что начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил нашему президенту, что украинская армия слаба. Ее никто в Киеве не будет поддерживать. А симпатизировать будут, как это неподороксально звучит, армии Российской Федерации. А теперь представим, что лжет не только нашему президенту Министерства обороны, а, например, и ФСБ, и СВР с МВД. Тогда мы получаем ясную картину, что Путин, наш президент, живет в иллюзорном, выдуманном мире, где Россия великая держава. И неправильно оценивают ситуацию в мире. Потому что, да, у России, возможно, действительно самая мощная армия, самая большая территория. Но вот по населению и по экономике, не то, что там Китай нас обошел, нас даже обошел Узбекистан. Это подтверждается, что Путин живет в иллюзорном мире, тем, что руководитель администрации президента Сергей Кириенко, да, тот самый, который скомпрометировал Хиллари Клинтон, благодаря урановой сделке, указал СМИ показывать больше хороших новостей про власть. Про Путина из фильма Стоуна мы знаем, что Путин смотрит только канал Россию-24. То есть он получает информацию только из одного источника. В общем, его удалось нашим спецслужбам изолировать от правдивой, правды матки, правдивой правды матки, да, коломбур. Ну так оно и есть. В четверг совет учредителей ВАДА решил не восстанавливать РУСАДА в правах. Даже Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России, сказал, что наше допинговое агентство было коррумпировано. Все было не так, как представляется теперь и ВАДА, и наш Минспорт уже все, казалось бы, согласовали, кроме одного пункта. Это признание России докладом Ричарда Маклана, в котором прямо указано, что ФСБ в период проведения Олимпиады в Сочи делало так, что этот самый допинг российских спортсменов был неоднорушен, но скрылась правда матка. То есть, ФСБ подменяло пробедки. Конечно, Путин никогда бы на признание доклада Ричарда Макларена не пошел, потому что в его системе ценностей это было бы унижение и признание факта о том, что в спорт в наш вмешались спецслужбы. А его же учили в КГБ, да, в Академии КГБ СССР. Ну, его учили тому, что если вдруг падает подозрение на то, что КГБ замешано в том или ином деле, отвести это те самые подозрения в сторону. То есть, его профессионально учили врать. И он на доклад Ричарда Макларена не пойдет, потому что это признание правоты. А вот когда надо заступиться за Сирию, мы англичанину в Совет Безопасности ООН кричали в глаза, в глаза смотри! А когда наших олимпийцев хотят отстранить, мы, ну что, ну что, ни в чего, о как! Стоило только Минюсту США заикнуться о уголовном преследовании Маргариты Симоньян, у нас на следующий день принимается закон, по которому все западные СМИ ограничивают в России. Это вот как у нас расставлены приоритеты в нашем государстве. Вот, смотрите, у нас в правовой системе высший спортивный суд это КАС. То есть, ну да, высший спортивный суд арбитражный по правам спортсменов в Лозане. Но кто сказал, что надо бороться только с спортивными правовыми методами? Тут я, кстати говоря, согласен с Сергеем Михеевым, когда он заявил о том, что нам, по сути, объявлена де-факто в спорте война. Ну, значит, и надо действовать соответствующими методами. Нет, не водите войска там в штаб-квартиру МОК или ВАДА. Надо, что можно было сделать. Например, созвать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, а перед этим получить в службе внешней разведки, собрать информацию о применении допинга спортсменами западных стран, которые не были отстранены от Олимпиады в Пхенгчанге. И даже если потом весь Запад будет кричать, что это всё фейк или неправда, показать всему миру, что на Западе допинга принимают не хуже, чем мы, а даже и лучше. Сделать это публично надо и перед телекамерами в ООН. И даже если потом ничего не произойдёт, то есть спортсменов в России не восстановят в правах, и даже если не пустят на Олимпиаду, это будет шок, это будет удар не только по ВАДу, но и по всему Олимпийскому решению, потому что в Совете Безопасности он можно было бы сказать, что какой-то конкретный спортсмен из США или из Великобритании, смотрите, принимает допинг, вот доказательство, и вот доказательство того, что несмотря на то, что принимает допинг, его не отстраняют от Олимпиады. Это будет настоящий шок для всего спортивного западного сообщества. Но это российская власть почему-то не делает. Да, понятно, что спортсмен не может обращаться в суд ООН, в ГАГУ, то есть в вышестоящие инстанкции, только лишь в спортивный Международный арбитражный суд в Лазани. Но вот поэтому и надо создавать Совет Безопасности ООН и Генассамблею, потому что, ну, спортсмен фактически понижен в правах. Это во всем мире, потому что он не может обратиться дальше. В вышестоящие инстанции, это в Европейский суд по правам человека, ну и потом, соответственно, в Международный суд в ГАГУ. И это российская власть пока не делает. Но я надеюсь, все-таки до этого когда-нибудь дойдет. Ну, а на крайняк, думаю, что все-таки поедем мы на Олимпиаду, но в другом статусе. То есть пересекем с Северянами 38-ю параллель, и, ну, дальше вы сами знаете, это уже начинается не то, что другая история, это уже начинается совсем другое, а не спортивное соревнование и не скандал, связанный с ним. В пятницу определены все участники Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Наконец-то! Это будет сама Россия, понятно, Бельгия, Германия, Англия, Испания, Исландия, Португалия, Сербия, Франция, Швейцария, Хорватия, Швеция, Дания, Нигерия, Египет, Сенегал, Марокко, Тунис, Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия, Мексика, Коста-Рика, Панама, Бразилия, Урагвай, Аргентина, Перу, Колумбия и Польша. И если у нас даже с англичанами не возникнет никаких проблем, и финал Лиги Чемпионов 2008, и отборочный матч на Чемпионат Европы 2008, Россия, Англия, а также матч в Ростове, Лиге Европы, Монтисер, Юнайтед, Ростов, это доказывают, у нас ведут себя более, у нас англичане ведут себя более-менее тихо, и вот эти вот примеры, которые я писал, это доказывают. А вот насчет приезда сборной Польши возникает у меня некоторое беспокойство. Нет, конечно, не сами футболисты сборной Польши, а их болельщики. Почему? Вот смотрите, у нас очень давняя ненависть полякам, она у нас в крови, еще со времен Марины Мнишек. У нас даже есть государственный праздник, День народного единства. В этот день мы отмечаем то, что поляков выбили из Москвы. Затем, вы помните, да, вошли вместе с Гитлером в 1939 году в Польшу. Именно поэтому у нас в ходу термин не Вторая мировая война, а Великой Отечественной, потому что выходило так, что Советский Союз вместе с фашистской Германией развязал Вторую мировую войну против Польши. А Великой Отечественной это все-таки немножко другое, это грамотный раздел советской пропаганды на отдельные фрагменты Второй мировой войны, по которым, хоть тут действительно Великую Отечественную, что мы жертва, мы имеем священное право мстить, а если посмотреть на ситуацию, в целом Второй мировой войны, то не все так однозначно. Но вернемся к теме, связанной с поляками. В 1939 году казнили польских офицеров в Катыни, да. Потом некоторые поляки, именно поляки, а не немцы, начали возводить и охранять концлагеря, где нашли людей сжигали заживо в печах. Затем история 2010 года, когда, судя по всему, под Смоленском был сбит самолет с высшим политическо-военным командованием Пураши, собственно говоря, самой Евро 2012 года, когда наших болельщиков вбили на подход к стадиону Варшавы, когда был матч Россия-Польша. А затем в Твиттере болельщики Спартака, я эту запись не нашел, но я ее хорошо помню, разместили плакат Ванком 2018. Вас ждет горячий прием и история этого года, когда один поляк заявил, что вы в говне живете в программе «Право голоса» на ТВЦ, и тот же получил удар от нашего политолога, которого я уже называл Сергея Михеева, а другой поляк на другой программе «Место встречи» на НТВ после фразы «Ваши деды, красные фашисты» получил аж три раза по моде. От крымского политолога, руководителя сайта «Политража» Сергея Остапушко. А еще есть история покушения на действующего президента Польши Анжедуда, когда ФСБ в 2015 году хотел его устранить посредством автомобильной аварии, но ничего не получилось. Как видим, ненависть к полякам у нас давно и накопировались ряд эпизодов в истории, из-за которых мы, поляков, и ненавидим, и они нас. Соответственно, месть за то, что было на Евро 2012 года, те, кто не помнит, погуглите матч России-Польши Евро 2012, уже месть должна в этой логике свершиться. И Кремль это, естественно, одобряет. А по мнению нашего народа, поляки заслужили сладкую месть в России. И именно с этой целью создаются в нашей стране боевые дружины, как нам показывали на BBC. Только они думали, что это против англичан. Нет, не против англичан. Именно против Польши. Именно против поляков, которые приедут на чемпионат мира в Россию. Постоянно на улицах нашей страны я слышу, как хорошо бы взорвать польские краков. Постоянно. Или надо взорвать их краков. Зря, что ли, в 1944 году освобождали. Мой отец еще 4 года назад так выразался, что когда они приедут к нам в Россию на чемпионат мира поляки, такой пизды получат, что мама не горюй от меня. Так что, уважаемая шляхта, лучше вам сидеть дома и не ездить в Россию на чемпионат мира 2018 года ради вашей собственной безопасности. А то сами знаете, что Варшава 2012 года друзья, не другие в данном случае, дорогие шляхты, не забыто и мы вас тут понятно. Суббота. Одессу превратили в ничто. В сети обсуждают срыв спектакля Аркадия Райкина. Группа радикалов ворвалась на спектакль Константина Райкина, который проходил в Одесском академическом театре драмы и балета. Среди активистов был бывший глава Одесского оберенного практового сектора, организация, которая запрещена даже в канализациях России, Сергей и Старенко. Они требовали ответа от Райкина на вопрос, чей Крым. Райкин забаррикадировался у себя в гримерке и не стал отвечать на этот вопрос. Тут надо понимать, что после истории с Крымом и с Домом профсоюзов Одесса и столица юмора, где все ухихитывали над своим же говором, превратился в город стратегического значения для Украины и не только для Украины, потому, что именно там теперь они в Крыму, как было ранее, находится штаб военно-морских сил Украины. Райкин тут попал как бы между огней. Если бы он сказал, что Крым украинский, то на него бы в России завели уголовное дело. А если бы он сказал, что Крым это российский, то его бы избили там. То есть, если бы он сказал, что Крым это украинский, то на него бы в России завели уголовное дело. А вот если бы сказал, что Крым это российский, то его бы в Одессе бы избили. Вот что, но украинцы все-таки с уважением относятся к своему государству, несмотря на то, что он у них лидер по коррупции в Европе. Вот когда Басков получает медаль тире звание народной артист Течни, никто в России и даже не задумывается о том, что этой медалью в свое время награждали тех людей, которые стреляли в русских солдат наших парней. Мы же россияне не требуем от Баскова сказать, чей он, чеченец или русский. мы хаваем его песни и ходим на его концерты. Такова была, друзья мои, эта неделя даже Вячеслав Николаевич Ковтон, который слушает наша вся семья, остался мной доволен. На этом я завершаю вашу программу. Увидимся. Тьфу-тьфу-тьфу. Все, вам не болеть. Пока. Пока.